Музыка Наша жизнь как марафон. Мы бежим, не глядя по сторонам, прилагая максимум усилий, чтобы достичь цели. Но кто или цели, мы бежим. Программа «Под абажуром» — чудесная возможность остановиться и задуматься об этом. И сегодня у нас в гостях Валентин. Здравствуй. Здравствуй, Саша. Валентин Иванов. Освоил 28 профессий. В данное время работает заведующим сценическим комплексом. В свободное время преподает актерское мастерство. Был на грани жизни и смерти. По жизненной сути — даос. Валентин, ты не первый раз у меня в гостях, но напомню, чай, свободное общение. И у меня к тебе история. И очень интересно именно твое мнение услышать, потому что я знаю, что ты посвятил этому жизнь. История об актерах, или точнее, то, как актеры готовятся к съемкам фильмов. Я прочитал о том, что, например, Сандра Балла, когда готовилась к фильму «Гравитация», она проводила 10 часов, разговаривая со всеми только исключительно через наушники и микрофон. Есть люди, которые толстели для съемок на десятки килограмм. Есть люди, которые худели для съемок. Том Хэнкс на этом диабет заработал. Но подготовка, неужели это действительно так важно? Не может человек просто напрячься и без вот этих подготовок сыграть? Нужно вот так входить в роль? Нужно обязательно. Почему? Потому что даже учиться разговаривать мы начинаем с детства, правда? То есть сначала мы изучаем буквы, потом мы изучаем слова, потом учимся их составлять, потом компоновать предложения для того, чтобы нас понимали, о чем мы говорим, правда? Да. Поэтому мастерство актера — это, кстати, скажем так, нелегкий кусок хлеба. Многие считают, что там вышел, дурака повалял, допустим, там и все, похихикал, хахакал. Для того, чтобы посмеялись над тобой, Чаплин говорил так, что юмор — это дело серьезное. И подходить к этому нужно очень серьезно. Только тогда люди будут смеяться. Потому что если ты просто подходишь с юмором к тому, что ты делаешь, да, это получается хорошо, но заставить человека смеяться, нужно постараться сделать так, чтобы человеку было смешно. Следующий вариант. Для того, чтобы актеру, допустим, сыграть роль того же мушкетера Дартаньяна или Протоса, ну не имеет значения, мушкетера, человека, который должен владеть шпагой. Правда? Ведь он же не может взять шпагу сразу и начинать фехтовать, не зная фехтовальных приемов и так далее. Допустим, человеку нужно сыграть боксера. Нет, это не просто одел перчатки и машешь руками. Нет, там тоже своя тактика. Человек должен скакать на лошади. Значит, что? Он должен научиться на ней сидеть верхом так, чтобы не падать с нее. Правда? В твоей жизни были такие случаи, когда ты входил в роль там день, два, три? Конечно. С листа можно? Нет, с листа нельзя. Ничего нельзя с листа. Даже вот готовясь к этой передаче, ты, наверное, же что-то читал, что-то готовил и все остальное. Ты сам себе даешь ответ сразу, что просто с листа нельзя. Нужно подготовиться. Может, есть какие-то там мега профессиональные актеры, которые могут одновременно сыграть там героя и тут же негодяя? А нет, это запросто, это все правильно, хороший актер, он может быть и характерным, и юморным, и так далее, и так далее, и так далее. То есть много, скажем так, разноплановым актером. Но все равно для этого нужно готовиться. То есть для того, чтобы вжиться в эту роль, ну вот я скажу просто, у меня был случай такой, когда в возрасте 25 лет мне нужно было играть Витю Хоменко, 15-летнего мальчика, 42-й год, война, немцы в городе, значит, и так далее. И вот знал роль, мизансцены, все уже, ну вот просто мог с закрытыми глазами ходить по сцене, не боясь упасть там или еще что-то такое. А вот роль не идет. Ну не идет, роль я никак не могу почувствовать себя. Ну 25 лет, у меня уже двое детей, у меня семья, вот, тогда я еще работал грузчиком, плюс, то есть устаешь на работе, приходишь на репетицию, ну не идет, и все, хоть застрелись. Вот, дошло до того, что даже с режиссером поругался. То есть я говорю, ну все, меняй, кого угодно, бери, но не идет роль. Он, нет, ты будешь. И вот поругались мы с ними, я пришел домой, а на завтра уже у нас показ первый. Ложусь спать, естественно, взвинченный, долго мучился, крутился, вертелся, и вот я засыпаю. И вот 42-й год, я Витя Хоменко, мне снится это во сне. Я Витя Хоменко, все, то есть до казни практически, вот. Вот, и вот я прихожу и начинаю играть. И вот тогда получилось, но после этого был сердечный приступ, и я неделю практически пролежал. Вот, вот это то, что я надеялся услышать. А вот представь себе, человеку нужно сыграть негодяя, да? Вот, он входит в роль настолько, что это потом оставляет неизгладимые последствия. Бывает такое или нет? Конечно, бывает. Кстати, ну, интересуясь судьбой актеров или жизнью их там личной, вот. Я узнал, что не все актеры, которые, ну, допустим, не буду конкретно говорить сейчас по именам, фамилиям, но оказывается, играя добряков, рубаха парень там и все остальное, в жизни оказывается негодяй. Причем, с которым жить, ну, очень тяжело, общаться тяжело и так далее, но вот как актер, он просто потрясающий именно вот в этих, допустим, сценах. Или в этих ролях каких-то. Вообще, любая роль оставляет свой отпечаток. То есть, для того, чтобы сыграть негодяя, мы что должны сделать? Почувствовать себя негодяем, правда? То есть, найти где-то в душе вот, ну, вот этот темный комочек, который нужно разворошить для того, чтобы все увидели, что ты негодяй. Ну, вот это важно или… Ну, вот, например, ты знаешь, я вот читал про, ну, известного Хит Лоджер, это актер, который сыграл Джокера в известном фильме «Темный рыцарь». И этот человек после этой роли, которая отрицательна, и даже на мой вкус это считается, ну, самой лучшей негодяей кинематографа получился. И он после этой роли покончил с собой, этот актер. Ну, это значит, просто психика с этим не справилась. Я пришел к тому, что, скажем так, есть две комнаты, к примеру, да? Комната, в которой ты играешь, и комната, в которой ты живешь. Вот как только ты переступаешь порог комнаты, где ты играл, ты оставляешь все там. Почему? Потому что если все время носиться с этой ролью, естественно, если ты порядочный человек, и ты сыграл этого негодяя, и оно в тебе-то осталось, ты не можешь с этим дальше жить, то приходишь к такому печальному финалу. То есть можно как запачкаться, получается? Получается, да. То есть вот эту грязь нужно, вот нашел ты вот этот, разворошил его, и тут же локализуй, то есть пускай он лежит себе опять, то есть тот же ящик Пандоры, скажем так. То есть вот оставь его в этом ящике, и открывай только тогда, когда возникнет вдруг необходимость сыграть под лица. Хотя, с другой стороны, очень положительных парней играть тоже не всегда хорошо. Объясняю почему. То есть вот этот вот героизм, опять же таки, есть факт, когда один из актеров заигрался до того, что получилось, и умер, собственно. То есть начал пить, потому что его не воспринимали как героя, то есть по жизни он не был таким героем, там, Суперменом и все такое прочее. То есть есть роль, который может жизнь испортить человеку? Абсолютно справедливо. Ну вот почему я говорю, что комната, где ты играешь, она не должна соприкасаться с комнатой, в которой ты живешь. Переступил порог, все, это твоя жизнь, вот это вот отложи, просто забудь. Ну в хорошем смысле слова забудь. Но ведь это тоже ты в той комнате. Правильно, но только с маленькой поправкой. Вот пока ты в этой комнате не находишься, ты живешь своей жизнью. Зашел в эту комнату, да, вот я играю это, 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 там, любую роль, допустим. Вышел, все, это уже совершенно другое. Понимаешь, вот в чем актеры, они несчастные люди. Некоторые начинают себя вести в адеквате с тем, что он играл. Вот это самое страшное. Они не умеют отставить это в сторону. То есть ведь костюм, грим, маски, которые ты одеваешь, ты же не ходишь, допустим, в новогодние маски целую жизнь, правда? Новый год, масочку снял, то есть сейчас ты был Дедом Морозом, а сейчас ты добрый папа, правда? Или там сыграл ты Снегурочку, что тебе удалось там или не удалось. Ну, я к примеру сейчас говорю. Но ты костюм снял, и ты же обычный человек, правда? Если ты будешь носиться с Дедом Морозом целый год, тебе скажут, ты нормальный человек вообще, правда? Вошел в роли и не вышел. Да, понимаешь? Поэтому вот актерам нужно обязательно учиться. Ну, кстати, это и есть, по-моему, даже сейчас есть классы психологических разгрузок, то есть специально для актеров. Вот они отработали, с ними садится психолог, и особенно если роль там кровожадная какая-то там или еще что-то такое, психолог обязательно помогает им вернуться на стези своей. Такой вопрос. А может человек сказать, хороший актер, сказать, я отыграть не могу? Просто не могу и все. Потому что во мне этого даже нет. Ну, хороший не может так сказать. Почему? Потому что хороший актер может сыграть все. Вот, если он чего-то не может, значит он нехороший актер. То есть оно взаимоисключающие вещи. Хороший актер, он может сыграть все. Ну, если, допустим, человеку предложить, говорит, ты должен сыграть насильника, ты должен сыграть маньяка, человек говорит, ну, у меня этой темной комнаты нет. Правильно, он говорит, я это играть не хочу. И он, то есть, есть такое, отказываются. Кстати, вот фильм снимался, когда «Ворошиловский стрелок», я думаю, ты его видел. Вот, и вот там была большая проблема у мальчишек, которые играли насильников этих. Вот именно когда снимать нужно было сцену насилия. Ну, вот им помогала вся студия, все, кто находились на… Ну, говорит, ну, вы же знаете, как это делать. Говорит, да, знаем, но мы не можем это сделать. Вот, ну, не можем. Чисто психологически. Вот помогали там, все-все-все-все. И тоже были стрессы, были срывы нервные у ребят после этого. Тяжело это. Ну, есть такие вещи, которые, может, и не стоит играть. Ну, если это тебе не по душе. Да, то есть лучше отказаться. Хотя говорят, ну, это же деньги там. Нельзя все, нельзя все переводить на деньги. То есть заработать можно и по-другому. Лучше сыграть там золотого петушка, допустим, в сказке Пушкина или там… На утреннике. Да, на утреннике там или зайчиком попрыгать и все остальное. Это тоже заработок, это тоже деньги, это тоже работа. Но вот ты не приносишь себя в жертву этому искусству, которое, в принципе, может быть и не нужно. Понимаешь, у меня такое мнение, что некоторые вещи, я не ханжа, но некоторые вещи можно было бы не снимать. Почему? Потому что сейчас народ настолько обездуховничал, вот именно обездуховничался, то есть изнищал духом, что, глядя на вот это вот, ну, скажем, ну, на вот эти страхи, там, то, что происходит, они считают, что ему тоже это можно. А поскольку душа находится на низком уровне, он идет и это делает, как заположено. Понимаешь, вот это самое страшное. Получается, по-твоему, ну, скажем, если хороший человек, ну, в таком плане, и он говорит, я готов пожертвовать даже карьерой, лишь бы остаться человеком. Такая может быть ситуация? Конечно, почему нет? Ну, он остается нормальным, хорошим человеком. Но он тогда теряет… Понимаешь, лучше потерять, может быть, вот этот вот фрагментик, который, ну, не состоялся, скажем, да, вот, чем потерять всю свою жизнь. И, кстати, вот был фильм, по-моему, назывался «Груз-200», когда один актер играл, значит, милиционера-маньяка, вот, судьба просто сложилась дальше катастрофически. То есть, во-первых, люди его приняли в адеквате, что он действительно маньяк, и его просто как человека, его избили так, что там делали операции и все остальное. И, в конце концов, он умер в нищете, то есть уехать вынужден был из столицы, потому что его просто конкретно били, воспринимая его как маньяка. То есть, настолько он сыграл эту роль, что этим перечеркнул всю свою человеческую жизнь. То есть, стремясь к славе, человек разрушает сам себя и, в конце концов… Слава тоже, скажем так, такая птичка, которая, она сейчас есть, а завтра ее и может и не быть. И, то есть, если ты в эту секунду стоишь на вершине славы, как бы ты ни цеплялся, ты можешь оттуда скатиться вниз и потерять все, что у тебя было. Поэтому, может, стоит задуматься, а стоит ли вот именно этим путем идти для того, чтобы добиться этой славы? Может, лучше быть, скажем там, пошучу так, лучше быть хорошим грузчиком, допустим, всю жизнь, к тебе будут с уважением относиться и так далее, чем один раз блеснуть и потом о тебе забыли, а для многих это очень сложно и страшно становится, что как это вот только что меня готовы были на руках носить и все, и потом хоп, и забыли. Еще хуже, если о тебе помнят, но именно в том образе, в котором… Да, ну вот я же говорю, вот это страшная история, а когда узнал об этом, это просто ужас был. Да, то есть, получается, душа все-таки важнее, чем карьер. Конечно, конечно. Вот, и актер – это необязательный человек, который может все, что угодно. То есть, есть вещи, которые, ну, с моральной точки зрения, неприемлемы. Да, да. И это все-таки, ну, как бы… В актерстве нет такого понятия «цель оправдывает средства». То есть, или ты это делаешь, или ты это не делаешь. Но, если ты умеешь это оставлять, ну, то есть, сыграл, допустим, негодяя, и отбросил это все, то есть, оно в тебе не присутствует. Замечательно. Ты действительно потрясающий, хороший актер. Если же ты раскопал этот, ну, скажем, разворошил этот муравейник, а потом не можешь его локализовать, это твоя жизнь закончилась, собственно говоря. Последний вопрос, ты немножко коснулся его, но может ли роль положительно повлиять на человека? Человек стал лучше от этой роли. Может быть, конечно. Вот я читал о том, что человек, который сыграл Иисуса Христа, да, вот в известном фильме «Страсти Христовы», он потом стал христианином и вообще оставил, ну, как бы, многие вещи в своей жизни, посвятил свою жизнь христианству. Вот ты сам, в принципе, и ответил на это просто. То есть, роль положительно сыграла… А вот Леонтьеву в свое время предлагали играть роль Иисуса Христа, он отказался. Он сказал, говорит, я не достоин играть эту роль. Ну, может быть, это изменило что-то в его жизни? Ну, вообще, я с ним общался, честно говоря. Он очень неглупый человек. Я скажу, что у него нет помпы вот этой вот… То есть, он не говорит с людьми с пренебрежением или, допустим, с высоты своего «величия», так скажем, в кавычках. Ну, этот вопрос я не поднимал, но вообще… То есть, разговаривая с ним, я понял, что он достаточно нормальный человек, адекватный, без всяких. Ну, хотя, конечно, есть свои слабости, как у каждого из нас. Вот какие-то свои, может быть, необычные, не такие, как у других. Ну, опять же, люди все разные, поэтому… Но я скажу, что даже если, допустим, человек был хиленькой структурой, и вдруг ему нужно было играть какого-то там героя, он начинает что? Заниматься активно спортом и так далее, и так далее. И это, естественно… Меняет его жизнь. Конечно, меняет его жизнь, он становится крепче, сильнее. Может быть, и где-то он пасовал, сейчас он уже может дать отпор, допустим, или наоборот, настоять на своем, подсказать кому-то, помочь и так далее. Вот поэтому нельзя говорить, что вот, допустим, искусство требует жертв, это значит, что обязательно что-то плохо. Нет. Жертвы в каком плане? Ты должен что-то свое отставить для того, чтобы достичь чего-то там, допустим, хорошо сыграть роль, к примеру. И это уже положительно на тебя влияет с точки зрения развития, интеллекта, может быть, физического развития. Плюс ведь игра актера – это и игра души где-то, правда? То есть душа в этом обязательно участвует. Но вот самое главное – не запачкать душу, если ты играешь негодяя. То есть все равно я остаюсь хозяином своей жизни, а не роли. Конечно. Является хозяином моей жизни. Ну и последний вопрос, чтобы у нас не получилась передача об актерском мастерстве. Простой человек, который живет обычной жизнью и так или иначе тоже играет роль какую-то на работе, в школе, дома. Вот что бы ты ему не посоветовал играть никогда? Подлецов, негодяев, предателей. Ну а если ему хочется быть героем, крутым? Героем можно быть, но крутой – это не герой. Крутой – это пальцы веером, полный карман денег и пустая душа. Ну это такой притягательный сегодня образ для мной. А потому что, опять же говорю, что душа на низком уровне находится, к сожалению. О духовности говорят мало и считают героями тех, у кого в руке пистолет, независимо от того, бандит это или положительный, ну допустим, там работник милиции или спецслужб. Полный карман денег, побольше золота, бриллиантов и всего остального – вот это счастье. Сильно ошибаются, честно говоря. Но такой имидж разрушает человека. Он просто убивает. Это даже не разрушение, это просто уничтожение практически полное. Вот как только ты этого захотел и получил, всё, ты перестал быть нормальным человеком. Это я знаю абсолютно точно. Потому что очень много было, к сожалению, людей, которые, получая сразу много и в один раз, они тут же переставали быть людьми нормальными. А это значит, что духовность была на низком уровне. Христос когда-то сказал такую фразу, что пользует человеку, если он приобретёт весь мир, а душе своей повредит. Это как раз тот случай получается. Дорогие друзья, оставайтесь самим собой, не играйте роли, которые разрушают вашу жизнь. Ищите духовный стержень в вашей жизни, имейте доброе направление, старайтесь быть лучше. Оставайтесь с Богом. Субтитры создавал DimaTorzok